Всем здорова, с вами Юрий Александрович Фрост, эксперт по выживанию, как вы знаете. И мне, как эксперту по выживанию, постоянно показывают лайфхаки для выживания. Садишься, значит, в комнате для раздумий, берешь телефон и сидишь, смотришь, пока ноги не затекут. А там постоянно какие-то лайфхаки. И самые годные я постоянно сохраняю, 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 и потом про них забываю. Но настало время вспомнить про них и проверить на самом деле, такие ли они рабочие. Сегодня вы увидите подборку лучших лайфхаков, которые показал мне телефон. Шорцы, тиктоки, рилсы и прочие короткие ролики с лайфхаками, проверив каждый и самый... Здрасте, это что, волк, что ли? Ну, с ним лайфхак простой, надо ему просто палочку бросить, чтобы он... Куда пакет полез? Лайфхак от волка. Как избираться от волка? Берете вот такую тарелочку и бросаете. Ну и волки там сами разберутся. У них там кто последний, тот лох, они всегда работают. А мы пойдем проверять самые интересные лайфхаки. Лайфхаки для выживания. Это важно. Кроме того, что я эксперт по выживанию, я еще и эксперт по рыбной ловле, как вы знаете. Поэтому у меня есть два одинаково годных лайфхака для рыбной ловли. Ловушка из бутылок. Выглядит максимально просто. Берешь бутылку, находишь желательно где-то, делаешь из нее ловушку для рыбы. Либо из пяти литровки, либо из полторашки. Ну, естественно, вот так кладешь приманочку, хлебушек, как бы... Что мы с ней делать будем? Скорее всего, рыбу, если мы ее поймаем. Всегда мы вот... Что будем делать с рыбой? Сначала поймаем, а потом подумаем. Давайте приступим к созданию ловушки. Отрезаем макушку. Пробка нам не потребуется. Переворачиваем и, получается, делаем отверстие для связывания. Что-то пошло не так. Ладно, мы сделаем еще. На дно положим камушек, чтобы нормально погрузилось под воду. И приманочки добавим. Хлебушек, естественно. Если ловушка не сработает, хотя бы рыбке вкусно покушать. Лишь бы чем. Главное, чтобы что-то сожрать, да, собака? Ну, конечно, отсюда. Теперь привязываем еще это добро. Вот такая у нас ловушка получилась. Рыбка заплывает туда. Покушать заху... Слушай, она точно нормально заплывет? Как будто это... Тесновато. Но они же юркие. Мы мальков будем собирать. В теории сюда побольше рыбка может пролезть, а вот сюда поменьше. То же самое делаем из полтора. Ловушки готовы. Большая и маленькая. И, как говорится, ловись рыбка большая, ловись рыбка маленькая. Да хоть какая-нибудь. Пойдемте забрасывать. Давайте с маленькой начнем. Что-то такое. Оторвался. Никто не обещал, что с первого раза все это дело работает. Кстати, вопрос к тому, что не утонуло нифига. Камушка-то легкий оказался. Попытка номер два. Вот теперь хорошо пошло. Ну ничего, сейчас посмотрим, как на этот раз у нас клев пойдет. Приятного, чтобы не потерять. Надеюсь, шнурок не оторвется, когда мы с ловом будем вытаскивать. Так, и пятилитровочка. Почему у нас срывутся ловушки, спросите вы? А я скажу, а потому что не надо дырявить их ножом. Но у нас два лайфхака. В одном дырявится ножом, так же, как я. Во втором человек более подготовился и сделал раскаленным гвоздем. Тогда края получаются как бы уже обработаны. Хорошо пошло. Вот теперь сейчас утонет. Ну, вернемся через пару часиков, проверим, как там наш уловчик. Пока пойдем костерок разожжем. Там, не знаю, сковородочку нагреем. Рыбки поедим. Крайне полезный лайфхак. Потому что в лесу самое страшное это что? Это медведи. А после медведей волки, правильно. А после них идут клещи. Энцефалитные и прочие заразные. Очень неприятные ребята, очень неприятные соседи. Но часто приходится жить рука об руку с ними. И никогда не знаешь, где их много, а где их мало. И вот придумал очень интересный лайфхак. Естественно, антиэнцефалитные костюмы с лицом камня в этот момент. Вот такие вот, как у Станислава Операторовича. Он в антиэнцефалитном, антиэнцефалитный костюм. Здесь есть специальные ловушки. Это не надо. Это тебе не надо. Причем стоит он не то, чтобы сильно дорого. На скотче, если долго пользоваться скотчем, получится на дальнюю перспективу костюм купить выгоднее. Корицидные спреи тоже с лицом камня. Сейчас вместе со мной будут смотреть этот интересный лайфхак. Мошедо. Что это такое? Нет, это не кофе. Это надпись у меня на футболке. А еще, это кодекс саму. Посмотрите на мой лук. Это прикид от Майнстрит. Отечественный бренд одежды. Крутые ребята делают мужскую и женскую одежду. От футболок и аксессуаров до штанов и курток. Уникальный дизайн, который привлекает внимание. А приобрести можно на ВВ по ссылке в описании. Или если вам так будет удобнее, я вам оставлю артикулы. Майнстрит – это победитель фонда немалого бизнеса от Альфа-банка. Подать заявку может любой желающий предприниматель, рассказать историю своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от Альфа-банка. Участников фонда банк выбирает каждый понедельник. А ссылку для подачи заявки можно найти в описании. А что здесь? Молодой человек придумал, что сделать? Скотч. Скотч. И типа клещи такие. Оу май! Пожалуй, прилипнут. Выглядит! Ну, реально у него там сидят клещи, они реально прилипли. Но почему-то говорят про высокую траву. Тогда нужно делать несколько линий обороны. Там на рукавах, несколько линий на ногах. Но мы проверим вообще сам факт. Во-первых, чтобы все это дело работало, нужно для начала заправить носки в штаны. Он там об этом не говорится, но я видел, там есть момент, где у него падает. У него, короче, скотчем замотаны прям носки к штанам. Это так правильно, иначе у тебя просто про штаны сразу залезут. Никакой скотчем не будет интересен. Заматываем, накрываем шреком свои штаны, и давайте попробуем намотать. Естественно, липкой стороной наружу. Давайте вот где-то. Скотч хороший. Я не сомневаюсь, что сюда приклеится. Сюда кто угодно, скорее всего, приклеится. Даже если какая-нибудь ящерица поползет, скорее всего, тоже прилипнет. Я думаю, вопросы по действенности данного способа отпадают. Можно носить вообще топор. Слушай, это вообще очень удобно, я вам скажу. В походе, чтобы в карманах не занимать место. Какие клещи? Мне вообще теперь под сумки не нужны, рюкзак не нужен. Я могу просто полностью костюм и скотч сделать и приклеить. Там палатку приклеил, там на спину, там термос на живот приклеил и пошел. Смотри, и не отваливается, между прочим. Да? А вы про клещи и говорите. Мы открыли новый лайфхак. Я собственный лайфхак придумал. Вот это я понимаю удобно. Раз. Еще и оторвешь, я тебе скажу. Кофеечку попил. Пошел дальше. Не отклеивается. Слушай, мне нравится эта история. Правда, начинают элементы одежды прилипать. Какие клещи? Ну, 100% клещ не пройдет. Ладно, пойдемте погуляем все-таки, посмотрим. Найдем ли мы здесь клещей. Они здесь есть, но их мало. Но может кого-то другого поймаем. Типа муравьев. Чисто мне стало интересно. Вопросы еще остались. Я говорю, делаешь костюм из скотча, и можно все снаряжение просто прилепить на скотч. Клещи, вы где здесь? Ребят, выходите. Давайте дружить. Я убедился лишь в том, что склеивающие свойства данного скотча просто невероятные какие-то. Листочки, все приклеивается, все собирается. В общем, этого скотча хватит довольно надолго, чтобы прям полностью он потерял свои склеивающие свойства. Ну, наверное, нужно пару дней ходить. Короче, прям мне очень нравится. Пойдемте поищем муравейник тогда. Ничего, дядя, ну-ка иди сюда, разбираться будем сейчас с тобой. Я бы им, конечно, не советовал ко мне ползти, но они сами выбрали этот путь. Я лишь предложил варианты развития событий. Если где-то много муравьев, скорее всего, там клещей нет. Муравьи не любят клещей тоже, они их жрут. Во-во-во, снимай, снимай. Вон, один попался. Ну, без шансов у них выбраться, короче. Но лайфхак 10 из 10. 100% рабочий. Мне очень понравилось. И из минусов только то, что у тебя ты сам к себе начинаешь прилипать. Но с этим можно работать. Лучше уж самому к себе прилипать, чем тебя пожрут клещи. Очень неприятная штуковина будет. Я бы еще, наверное, намотал на локте. Ну, и, может быть, еще одну линию повыше. Тогда будешь еще сильнее прилипать. Короче, мне очень понравилось. 10 из 10. 100% рабочая штука. И, судя по всему, хватает надолго. Ну, на день так точно. Крайне полезный лайфхак. У нас столько лайфхаков для разжигания костра вообще всем, чем только можно. Но такого у нас еще не было. Итак, у нас молодой человек зачем-то на такой маленькой терке зачем-то натирает кусок хозяйственного мыла. Закидывает все это дело в бутылочку. И заливает это бензином. Ну, бензином. Я даже бензином. С бензином! Мне кажется, гореть будет все. Я думаю, это очень вонючая смесь будет. Потому что в обычной пластиковой бутылке бензин он ее разъедает и будет вонять, короче. В портфель я бы себе такую смесь класть не стал. Возможно, если туда залить вместо бензина рожек или, например, керосин, хотя он тоже вонючий, возможно, будет поинтереснее. Но мы проверим, как это горит с бензином. У нас есть терочка. Я, конечно, решил взять терочку побольше. Я не знаю, зачем он тер на такой маленькой. Возможно, у него просто она всегда с собой в кармане есть. У нас хозяйственное мыло. Стоит рублей 18. У комары придетели. Ну-ка, давайте все на скотч ко мне. Мы натираем его на терочке. Не знаю, имеет ли значение тереть мелко, крупно. Мне кажется, без разницы. Просто натираем все это добро на терочке. Вот до последнего. Получаем вот такую мыльную оперу, мыльную кашу. И засовываем это все в бутылочку. Желательно, конечно, с большим горлышком. И это надо сейчас все залить бензином. Я бы проверил реально с розжигом. Розжиг это более безопасная и менее вонючая штуковина. И заливаем бензин. Ставьте лайки, чтобы мы проверили в следующий раз, работает ли это с керосином, с розжигом, со спиртом медицинский. Мне кажется, работает. Закрываем, и получается у нас вот такая смесь. И скажете вы, что-то здесь не так, да? Там есть одно некое уточнение. Этой штуке нужно постоять примерно сутки, чтобы мыло впитало бензин. Чтобы получилось вот это. Это я подготовил вчера вечером, чтобы нам сразу можно было это проверить. Я тут смотрю новый ролик в Бусти. Обзор на брата Макана. Это просто потрясающе. Я не знаю, ребятки, как вы до сих пор не подписаны на Бусти? Я даже не знаю. Мне кажется, вам нужно подписаться на Бусти. Вы скажете, ну, нам как бы хотелось бы, но не хотим подписываться за деньги. На, промокод на 20 бесплатных подписок. Кто успел, тот молодец. А кто не успел, тот не успел. Но тоже молодец, если сам подпишется на Бусти. Ведь у нас здесь прекрасный ролик про обзор брата Макана. Эпичный трейлер. Сан Кашкай. Помните Порше Макан? Так вот, это его младший брат. Мы Недовидыч, мы показываем все, как есть. Чем среди Недовидыча есть? Ну вот это потрясающий трейлер. Это вы еще ролик не видели. Я в восторге, ребятки. Присоединяйтесь к нашему закрытому элитному вип-клубу подписчиков на Бусти. Это потрясающе. Нам очень нравится. Всем, кто подписывался, все тоже в восторге. Ссылочка в описании, ты знаешь. А еще есть второй промокодик на 10 бесплатных подписок. Где-то спрятан в ролике. Даже я не знаю где. Возможно, на последней секунде ролика. Кто его знает. Видите? Выглядит, как будто какие-то ленточные черви разбухшие. Пахнет бензином. В общем, смысл в том, что из этого получается такая гремучая кашица. Тут еще и... Видите, практически все впиталось. Ну, это не может не загореться. Вы согласны, да? Смысл в том, что там прям много его. Бензин что-то выдавливается. Ну, это легко загореться, я вам скажу. Прямо что-то, видимо, может, надо было поменьше наливать, я не знаю. Короче, должна получиться вот такая вот кашица. Бензин, ну, конечно, она будет гореть. Ну, это похоже на драники. Ну, конечно, она будет гореть. Ну, кстати, да, драники. Ну, чисто вот так вот посыпал картошечкой. Ага. Вонючая штука, но это воняет. Скорее всего, лайфхак рабочий будет. Я думаю, рабочий. Но я ему не поставлю 10 из 10, потому что, ну, это очевидно какая-то... Ну, это слишком просто. Ну, не бушкрафтерский как-то это. Да, ну, давай сейчас вот подальше, кстати, отойти лучше. Ну, естественно, оно всплыхнуло сразу же. Ну, надо, кстати, отдать должность. Горит нормально. Не так, что прям из бензина как плеснул. Я бы даже сказал, ну, не как-то слишком опасно. Но черный дым, конечно, что-то жарить на таком костре потом. Но я бы не советовал. Не особо это безопасно для здоровья, наверное. Смотри, как экологично все это выглядит. Получается, можно в бане мыться сейчас. Ну, наверное, да. Да, ну, кстати, дегтярные стоят, я офигел, по 100 рублей за кусок вчера оно продавалось. Бензином пропитывают, сжигают, а потом так же запаковывают и продают. Видишь, как оно интересно сгорает? О прям плавно, постепенно, вот эта каша гремучая. Возможно, если дать постоять еще подольше, бензин уже не будет оттуда протекать. Либо надо поменьше наливать его. Лайфхак, очевидно, рабочий. Опять же, у меня он не совсем сутки стоял. У меня смесь стояла где-то часов 12. Возможно, дальше она бы впиталась, и тогда жидкие части бензина бы вообще не вытекали. Возможно, надо было поменьше натереть. Но даже если бензин полностью не вытекает, это прям каша, гремучая, очень хорошо горящая каша. Но на костре мы обычно что-то готовим. Шашлычок, маршмелл. На таком я бы не стал. Но опять же, в поход в портфель тоже, потому что воняет. Где-то в машине, в какие-то тяжелые условия, прям зимой, где холодно, вот прям, ну как экстренный вариант развести, ты даже можешь не разводить огонь. Ты можешь просто вылить эту кашу, поджечь, и ты согреешься. Она будет довольно долго гореть. Она, вон, до сих пор горит у меня. Она прям долго отдает тепло. Ну, девятку поставь. Потому что нужно уметь ей правильно пользоваться. Нужно понимать, что ты делаешь. А так, тема классная. Классная. Девять. Девять баллов. Отлично. Вот такая штука. Рыбка ловится. Костерочек горит. От клещей мы с пысиной. Теперь нужно что? Перекусить. Этот лайфхак мне покоя не дает. Я уже как-то пробовал его применить со шпротами. У меня ничего не получилось. Я, правда, тогда факел хотел сделать на шпротном масле. Но тут смысл в другом. Берем любую консерву с маслом. Открываем, накрываем салфеточек. Поджигаем. И на этом огне готовим себе чай. А когда чай готов, убираем, добавляем сыра и горелочкой с перчиком. И кушаем свою вкусную рыбку. Ну, красота. Ну, идеально. Все идеально в этой лайфхаке. Кроме того, что у меня есть сомнения его работоспособность. Тунец, филе, лмаз. Скрафтил себе стол небольшой для тунца. И чтобы нам, конечно, приготовить, у дамы в ролике есть специальная приблудка. У меня таковой нет. Зато у меня есть гвозди. Зато у меня есть бушкрафтерская океанка. Вот это я понимаю. Ой, ну маслица здесь хорошо. Салфеточку берем. Ой, а запах-то какой. Ой, красота. Видишь, пропитанная. Она, видишь, прям медленно. Реально, как свечка. У меня, конечно, нету кружки железной. Я ее забыл. Зато у меня есть ведро. Я воды туда немного налил, чтобы она вообще могла закипеть. Не, ну если это работает. Это потрясающе. Это выглядит потрясающе. Это по смыслу потрясающе. Так еще и ты и чай попьешь, и суп сваришь. Потом еще тунца поешь. Ой, здравствуйте, дорогие данные и господа. Я обещаю вам из кружочка, чтобы пригласить вас в мой телеграм-канал. Потому что у нас там периодически происходят всякие интересные интерактивные движухи. А также, если вы хотите попадать на мои стримы, то вам нужно подписаться на мой телеграм-канал. Вот совершенно недавно, это, кстати, Питер, я проводил стрим с питерских каналов. Экскурсия практически авторская. И оповещение об этом стриме приходило в телеграм-канал. Подписывайся, чтобы ничего не пропускать. И множество интересного дополнительного контента вас там также будет ждать. Милости прошу. Куар-кодик, ссылочка. Ну, ты знаешь, как подписаться. Давай, жду тебя. Ну, потрясающе. Ну, лайфхачище. Просто красота. Горелка из ничего. Это прям... Ну, как из ничего? На десятку ему поставим. Мне очень нравится вот антураж вот этого всего. Это просто невероятно. Выглядит на десятку сразу. Когда там вода, правда, закипит на таком огне, я не знаю, тут еще и ветер дует. Тут как бы ветрозащиту бы поставить было бы хорошо. Но судя по тому, сколько у меня там масла, гореть может прям хорошо. Судилизация срабатывает. В холостую постоянно срабатывает. Ему сказали, увидишь волков, кричи. Увидишь медведей, кричи. А он просто так ходит, орет. Уже минут пять примерно горит. Здесь у меня вот с моей стороны черное что-то стекает. Я полагаю, это отработанное отгоревшее масло. Ну, пока не кипит, скажем так. Я водички прям на донышко налил. Так что нормально. То есть, грубо говоря, сопоставимо по объему с кружкой. Мне чисто интересно, как запечется сам тунец, когда у него там это горит все. Слышали? Масло начинает трещать. На водичке еще подлише, в общем, взорвалось. Я, пожалуй, отойду. Что-то тут, что-то это. Ну, нет. Кипит, короче, вон. С моей стороны, смотри, что происходит. Прям чуть-чуть. Видите, пузырики на дне начинают. Я не уверен, что камера видит. Вот маленькие прям пузырики на дне начинают появляться. Но это прям даже не близко пока что к закипанию. Не уверен я, что если бы у меня была кружка железная, что этого бы хватило, чтобы вскипятить воду. Вода, ну, не быстро кипит нифига. Огонь-то не то, чтобы сильный. Слушай, как будто бы тухнет. Прям уже, знаешь, из последних сил горит. Сделали ветрозащиту, вода что у нас? Ну, вот видите, небольшие пузырики на дне, да? Значит, вода греется. Слушай, ну, теплая. В принципе, теплый чай уже можно попить. Да, не горячий, но теплый. Но еще горит. Но на таком огне, мне кажется, вода будет закипать, ну, типа, минут сорок. Сорок, если не больше. Ну, очень слабо, в общем, это как на зажигалке греть. Ну, я считаю, хоть она там и что-то горит, но уже, прям, знаете, как-то слабовато. Для кипячения воды этот способ, ну, прям очень слабый. Прям слишком слабый. А если бы ветер был еще посильнее, было бы еще погрустнее. Попьем теплую чайку тогда. Собственно говоря, вот, воды было на одну как раз-таки кружку. Ну, видите, чай завалил. Можно пить сразу. Ни в чем себе не откатывая. Такой, теплый. Ой, красота. Горячо, конечно. Слушай, я так подозреваю, учитывая, сколько здесь масла, гореть ему и гореть на самом-то деле. Но просто долго. Ну, сколько у тебя обычно на перерыв? 20 минут у тебя на приготовление еды. Ну, полчаса. Ну, как-то слишком долго. Если полтора часа будем кипятить на этом масле, как бы, воду, это как-то уже перебор. Но это работает. Это горит. И это греет. Возможно, если бы не было ветра, мы бы и смогли бы по-лучшски пить. Ну, знаете ли, ветер, он не выключается, когда тебе надо. Он то дует, то не дует. А в некоторых местах он дует так, что ты вообще ничего не разведешь таким способом. Собственно говоря, дальше у нас сыр. Ой, красота. Ой, смотрите, он еще и сам плавится. Она там, кстати, горелкой подогревала. Почему у меня сыр сам плавится, а она подогревала? Вопросики, почему у нее там сыр не плавился на горячем тунце, который якобы горел? Ну, возможно, она тоже вскипятила где-то рядом кружечку свою. Тунец у нее остыл, пока она там. Смотри, реально в фритюре получился сыр. Собственно говоря, на горелке можно и докипятить чай-то свой. Помним мы, когда на Катере. Просто один человек держал чай, другой вот так вот грел дно. Генератор не работал. Да, генератор у нас 2 и не работал. Поэтому я его и продал. Спрашиваю, что ты Катер продал? Вот поэтому и продал, что он не работал постоянно что-нибудь. Выглядит, конечно, нубелиссимо. Ой. Ну, это Мишленовский ресторан. Сколько там? 8 звезд у него. Потому что это теперь стал тунец в, мать его, копченом масле. Мне вот этот сыр сверху не нужно, если так посмотреть. Мне уже даже без разницы, что у меня чай не горячий, а теплый. Это так вкусно. Я бы вообще запретил по-другому есть теперь тунец. Только предварительно подкоптив его. Главное не ошибиться, не взять в собственном соку. Придется так есть. Ставьте себе картину. У вас был тяжелый день. На улице стояла жара. Например, плюс 30. Вы прошли 30 километров. Приходите в лагерь, ставите палатку. Прекрасно проводите вечер. И вечером всегда встает дилемма, что делать с вашими ботинками. Ведь если их оставить снаружи, могут заползти скорпионы, змеи и прочая всякая неприятная нечисть, в зависимости от местности, где вы остановились. А как бы укромное местечко, еще такое теплое, ароматное, можно убрать себе в палатку. Я вижу два пути, как мы и делаем. Либо первый вариант подвешивается на дерево, либо второй вариант. Я обычно убираю в чехол и в палатку закидываю. Правда, если его подвесите на дерево, а пойдет дождик, то с утра вас ждет неприятный сюрприз. Поэтому у нас есть очень интересный лайфхак. Нам предлагается взять свои вонючие ботинки и положить туда ароматный чай. И чай должен выступать в роли абсорбента, впитывая всю вонь из ваших баев. Потому что если просто поставить ботинки в палатку, ну там находиться не очень приятно. Реально воняет. Это такие вонючие диффузоры. Это прям благовоние такая, что ну вообще лучше с ней в одном помещении не находиться. Я уже целый день хожу в своих ботинках. Так давайте же проверим, сможет ли мой роял грин-ти с мерисой справиться с воню моих ботинок. Я вот их с утра надел и уже довольно приличное количество времени в них хожу. Давайте оценим, насколько они там хорошенько ферментировались. Присутствует некая омбра. Чай пахнет хорошо. Посмотрим, как ему такой лайфхак. Что-то у меня подсказывает, что одному пакетику не под силу справиться с таким омбра. Там прям хорошая такая влажная атмосфера. Ну и дабы тест был более честным, я пойду уберу это в палатку. Потому что на свежем воздухе они и сами по себе неплохо проветрятся. Посмотрим, как они будут вести себя в условно замкнутом пространстве. Хорошо, мы перекусили. Но, к сожалению, чайок был так себе. Поэтому следующий лайфхак, который поможет нам приготовить чай. Даже если у вас нету кружки. Давайте посмотрим. Правда, откуда взять вот такой специальный инструмент для выдолбливания кружки в дереве, я не знаю. Щипцы даже деревянные есть. И трубочки деревянные. У этих бушкрафтеров просто все инструменты. Откуда взять такой специальный топор? Я даже не знаю, как это называется. Но будем обходиться подножными средствами. Что с этим делать? Для начала хотелось бы узнать, откуда данная мадмуазель взяла галтованный жидиит в лесу для приготовления чая. И полудрагоценный камень банный. У нас в бане такие же. Расскажите, пожалуйста, в каких лесах галтованный жидиит лежит? Просто вот так вот. Причем, ну ладно, ладно бы природный, колотый был. Он галтованный уже, готовый. Она в банный комплекс все ли ограбила? Подожди, я положила одни камни, а забирает другие. Ну, короче, понятно. Все мы знаем, мы понимаем, как такие ролики снимаются. Но мы проверим, как оно... Надо сначала разобраться, как сделать кружку. Какое совпадение? Я тут по лесу ходил и смотрю. Это же габродиабаз банный. Специальный теплоемкий камень. У него хорошая теплоемкость. Хорошо впитывает тепло и не лопается в костре. Вас не пришибет, по крайней мере, если вдруг он решит взорваться. А эти не будут бах. Теперь точно все у нас... Не соврали, правда? По лесу везде валяются такие хорошие камни. Никому не рассказываешь, я купил целый 20 килограмм за тысячу рублей и разбросал их здесь по лесу. Никому не говорите. Закидываем их в костюм. Специального топора у меня нету, поэтому давайте как-то что-то придумать. У меня классный топор. Короче, я решил насверлить дыры специальным бушкрафтерским сверлом. Мы его тестировали в ролике, где мы всякую хрень с Алиэкспресса заказываем и пробуем, как она работает. Вот нам понравилось. Вот там киянку делали. Теперь попробуем сделать кружку себе тогда. Итак, спустя часа полтора мучений мы сделали две кружки. Сделали вот такую кружку. Выглядит не очень, да? Ну и вот сделали такую каноничную кружку. Посмотрите, какая получилась. Починили скотчем. Видите? Одни плюсы от скотча. Слушайте, объем хороший. Ну туда еще целый кирпич должен как бы упасть. Целый наливать-то нельзя. Выглядит мутновато как-то. Давайте сольем лишнее, да? Слушай, нормально. Чайная пиала сто процентов. Ну нормально. Пиалка такая, причем большая получилась на самом деле. Быть готов, чтобы она горит. Переплавил, короче, упал. По-моему, чайник вскипел. Чисто джакузи для камня устроили, да? По-моему, вскипел, да. Там он откололся. Чего-то. Так. Горячий, смотри. Горяченный, что вот кипяток. Вкус чая я не чувствую. Я чувствую вкус смолы. Слушай, вот это на вкус реального выживания. Вот это вот вкус реального выживания в лицу чай. Очень смоленой, с нотками мелисы. Потрясающий, но пить я его не стану. Выглядит эффектно, но смысла в нем. Как в роликах на балете. Зачем, для чего, непонятно, но эффектно. Три балла поставлю. Это забавно, но бессмысленно. Пахнет свежим уловом. Давайте посмотрим, что у нас там. Ты куда ты ездишь, снежок? Вылези из воды. Так, есть рыба. Это камень. Нет, ни одной рыбы, нет. Здесь, в этом озере, точно есть рыба. В этом озере есть рыба, 100%. Но она решила сюда не захотеть. Мне подсказали, что там тоже нет у нас никакого улова. Ну, только камень. Улов отсутствует. Ну, что вам сказать. Я, как эксперт по рыбалке, заявляю, что этому лайфхаку я ставлю 0 баллов из 10. Ничего не сработало. Слушай, ну это... Ох, я б не съем. Явно рабочий способ. Просто не повезло тебе, как обычно. Поэтому 10 из 10. Возможно, и 10 из 10. Но надо на ретест брать, я считаю. Надо ставить лайк. И чтобы мы еще раз проверили. Может быть, здесь рыба неправильная. Надо в другом месте посмотреть. Здесь, может, только большая рыба водится. Что ценка все не так однозначна. Но не однозначный 0 баллов. Сомнительно. Но давайте посмотрим. Лайфхак. Как залазить на дерево. Ну... Особый вид обвязки. Тут нужно будет понять. Потому что я вот так сразу и не запомнил. Карабинчик. Карабин выглядит ненадежно. Обычно на таких пишут не для лазания по деревьям. Обычно на таких карабинах написано. Если я не ошибаюсь, на нем как раз написано. Not for a climbing. На этом карабине написано. Так что лучше такого не повторять. Знаю я одну приблуду, которая, наверное, лучше даже подходит для лазания по деревьям. С Алиэкспресс. Ссылочка в описании. Или там в конце ролика. Или сюда. Но сюда я всегда забываю прикрепить. Но ты знаешь. Самые интересные товары с Алиэкспресс 3.0. Там я лазил на дерево при помощи специализированных кошек. Но теперь попробуем залезть при помощи специальной обвязки. Так, давайте приступим к обвязке. Есть у меня две веревки. Усиленный, да? Никаких надписей, что не Not for a climbing. Все, значит, подходит. Так. И вот сюда цепляем карабинчик, получается. Сомнительно. Ну, давайте попробуем. Такое ощущение, как будто бы, ну, резать будет. Это яйцерезка, да? Это яйцерезка какая-то. Следующую веревку мы должны прицепить уже к карабину. Конечно, нам не показывают, как она там прицепила ее к дереву. Взяла и полезла, как Джеймс Бонд. Ага, конечно. Какой-то мужик, наверное, слазил и сверху подцепил этот блок. Потому что я не знаю, как залезть на дерево без блока. Но это я бы сказал, что это невозможно. Хорошо, я даже на два сучка закинул. Так, ну, а страховать меня, кстати, кто будет? Я не могу ведь довериться этой ветке. Ну, как бы держит, да? Давайте на другой ветке. Значит, прям как-то это, сухая ветка мне доверия не внушает. Ну, вроде надежно. Она так легко лезла. Может, я просто живный? Я думаю, у нее блок там просто и все. Ну, челлиж выполнен, да? Зажало кожу. Так, ты, ну, рабочий, даже без блока. Я думал, без блока вообще пойдем. Нет, лезется. Ну, не так легко, конечно. Если, конечно, заранее еще слазить, установить там блок, вообще хорошо полезется. Главное, комфортно усесться в этой обвязке. У меня 10-миллиметровая веревка. Меньше я бы брать не советовал. Прям, знаете, минимальное, что? Что можно брать? И еще поработать над силой хвата, прежде чем куда-то далеко лезть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не, ну, это реально, это высоко. И даже реально без блока можно залезть. А вот спускаться вообще одно удовольствие. Я в восторге. Я десятку сразу ставлю. Десятку с барского плеча. У меня улыбка до ушей. Мне очень нравится лазить по деревьям. А это так приятно. Просто, знаешь, высоту взял. Ветки. Лазить реально легко. Ну, если силы в руках хватает, десятка прям сразу залетает. Мне очень понравилось. Я когда спустился с дерева, заметил, что моя защита от клещей-то уехала. Немножко. Вот это держится нормально. Но это возможно из-за того, что я слишком активно лазил по дереву. Надо ее снять, а то что я тут хожу, не знаю. Практически не липкая уже, надо сказать. Вот эта штука уже вряд ли кого-то поймает. Очень много песка налипло. Шерсти снежка. Пыли с дороги. Да, на деревья тоже лазил. То есть она как бы работает. Но нужно периодически обновлять. Настало время проверить, какими ландышами пахнут мои ботинки. Ну, слушайте, я чувствую запах потных ног с мелиссией. Знаете, когда у нас в школе пацаны пользовались аксом. Ну как, после физры приходишь в раздевалочку, они там начинают, там как в рекламе. Но ты же не помылся, ты же потный. И в итоге вот запах пота вместе с антиприспирантом, вот тут тоже самое. Запах потных ног и немножко мелисы. Ну, короче, нормально. Пакетики нормальные. Ничем не пахнут. Все хорошо. Зачем это делать? Будет ли это лучше? Я понимаю, что это, скорее всего, работает как абсорбент. Но обычно мои ботинки проветриваются просто на свежем воздухе. Вполне неплохо за ночь. Идея прикольная. Если у вас в походе много чайных пакетиков, хотя обычно берут определенное ограниченное количество, то можете попробовать. Ставлю тройку, потому что нечего переводить чайные пакетики. Их надо пить, а не в ботинки пихать. Какая разница? На следующий день у вас все равно потные ноги опять туда залезут и опять там все испортят. Чай пить надо в путешествии, а не в ботинки пихать. Либо потом пей. Сейчас договоримся, два балла поставлю. На понижение играем. Два балла. Два. За лайфхак. Двойка. Двойка. Что самое главное в походе? Не замерзнуть. А как не замерзнуть? Развести костер. А как развести костер? Например, если ты упал в воду или пошел сильный дождь. Нужно брать либо то, что не боится воды, либо заняться гидроизоляцией. Есть один интересный лайфхак. Здесь проверяется много всяких штуковин, но меня интересует одно. Понятно, что огниво работает и мокрым, и сухим нему без разницы, но меня интересуют спички. Легендарные охотничьи спички, которые горят в воде. Но вот если вымочить коробок с черкашом, то ты их не зажжешь. Но вот здесь проверяется интересный лайфхак. Можно зажечь трение. Посмотрим. Представим типичную ситуацию. Вы сидите с друзьями у костра рассказывать интересные истории. Подожди, откуда здесь костер? Вы сидите с друзьями, грустные, не рассказываете интересные истории. У вас не горит костер. И вдруг ты вспоминаешь, у меня же есть спички. Но кто-то поставил ведро воды рядом. Кто это сделал? Зачем он это сделал? Твои дырявые руки уронили туда спички. Ты пытаешься достать. Такой нет. Может быть они не вымокли. И они падают все в воду. И ты такой нет. Что же делать? Достаешь спичку такой. Может быть она еще может дать мне огонь. Не работает. Черкашь все. Но мы посмотрим, сработает ли наш лайфхак. Весьма полезная штука. Мне кстати надо было просушить перед этим. Я забыла посмотреть. Ну, как вы знаете, я обожаю все тереть. Что-то не работает. Что-то мне подсказывает, что если ты не протрешь на сухо спички, тереть бесполезно. Возможно, это базовые знания физики меня в голове начали говорить. Мне кажется, ну, как будто бы бесполезно, да, тереть мокрые спички. Надо сначала их высушить для начала. Это же можно сделать. Потому что что-то как-то прям, ну, совсем мокрые тереть. Ну, это глупо. Ну, типа вытер. Терпение и труд. Все перетрут. Может, мы когда-нибудь закончим вот эти способы с трением проверять все подряд? Ну, вот у меня что-то здесь пощелкивает. Ну, спичек, блядь. Нет, у меня. Не схватилось. Я слышал. Заспрещало, задымило, но не схватилось. Работает. Но, как и все способы с трением, это немного сложнее, чем вам показывают. Вопросов нет. Это проще, чем когда у нас был когда-то давным-давно ролик. Мы тоже проверяли всякие лайфхаки. Мы там зажигали спички об плитку, об лопату, об топор, об всякие разные ровные поверхности. Вот это мы там спичек переломали, конечно. Мокрые не работают. Надо вытирать. Как вы думаете, без чего нельзя обойтись на любом выживании? Без физической нагрузки. Поэтому нам нужно сделать себе гантель. Посмотрите, какие-то респектабельные гантели себе сделали. Ну, полено, конечно, притащили. Мне кажется, там еще 4 человека толкали. Такое полено. Ой, ну красота. У меня тоже такая штука есть. Ой, ну красота. Ну все как красиво выглядит. Прям идеально все. Хорошо. Ну нам бы хотя бы одну собрать. Две это уже совсем какой-то элитный зал. У нас эконом. Я бы заказал бомж-версию без чехла, я вот так вот элегантно делаю. Бушкрафтерский инструмент. И сейчас тоже красиво принесу бревно в кадр, которое я заранее уже спилил. Знакомьтесь, это штаны. Ну у нас будет одна гантель, но будет нормальных таких размеров гантель. Лучше на тридцаточек, наверное. Килограмм будет гантелька такая хорошая. Возможно, будет небольшой здесь баланс в этой гантели. О, хорошо. Ну, что вам сказать? Глаз алмаз. Одним движением штаны превращаются в элегантные шорты. Да, практически одинаковые. Делаем отверстие по центру. Ну, засверлились мы тоже эталонно, конечно, под углом. Это кажется, что легко все это сделать. Отверстие для ручки присутствует. Ну, тут теперь получается какая-нибудь инсталляция. Были штаны. Да. Осталось что? Даже не знаю, что предположить. Ухват для скалолазов. Ну, кстати, да, этот палец тренировать. Типа, ухват. Ну, кстати, глубокий получил склад. Обычно у них помельче. Ну, вот одним пальцем хватит. Так, ну, теперь здесь еще один такой же делаем. Теперь нам нужна ручка. Берем палочку и загоняем острые части в центр. Теперь вопрос, как обратно доставать. Теперь делаем то же самое с другой стороны. Здесь у нас пожирнее будет слой. Осталось самое веселое. Осталось это теперь обратно снять каким-то чудом. Чудо случилось. И теперь легким движением загоняем ее погруза. Естественно, при помощи нашей киенки. Теперь то же самое делаем. вот это конечно у нас агрегат. Слушай, это больше на штангу похоже, я тебе скажу. Право, очевидно, тяжелее. Причем так нормально тяжелее. ой, что-то случилось. Что-то некачественная гантелька получается, да? Сейчас мы ее немножечко под углом у нас. Что-то где-то около тридцаточки. Вот это качалка. Можно создать бушкрафтерский зал в лесу, короче. Тангу сделать. Мне кажется, таки есть наверное. Не развальюсь. Выглядит конечно немножко странно, но работать можно. Нормальный аппарат. А так это целая инсталляция. Ноги и туловище. Гантель в лесу 10 из 10. Это и арт объект, и еще и потренироваться можно. Не только шашлыки в лесу есть. Надо немножечко калорий тоже потратить. 10 из 10. Мне нравится. Я считаю, что у нас бушкрафтерские выживальческие лайфхаки. Нужно еще что-то попробовать. Давайте выберем что-то максимально бесполезное, но максимально бушкрафтерское. И у меня как раз есть одна такая штука на прямой бесполезное. Вообще, потому что ты просто берешь три палки и связываешь их веревкой. Но мы сделаем красиво. На видео посмотрим, как это делать красиво, а мы сделаем как обычно. Находишь пенек, сверлишь в нем отверстие и отпиливаешь его. Зачем сначала сверлить, потом отпиливать непонятно. И вот смотрите, что творят. Ну целая тренога, ну красота. Хотя можно было просто взять три палки, связать их сверху и получилось бы то же самое. А еще лучше, конечно, брать металлический. Но это уже другая история. Давайте попробуем, что у нас из этого получится. Дисбаланс гантелей исправишь. Давайте как на видео, давайте проверим с какого раза это получится сделать. В центре делаем большое отверстие. Блин, перейти сначала, как прям неудобно. Ну дальше что-то около 25 килограмм стало. Все комфортно, посередочке, да? Ну почти, чуть-чуть вправо тяжелее. Делаем сквозную дырку посередине получается. Есть пробитие, только как-то криво вышло. Ну конечно еще у нас под углом немножечко заготовочка, так что не вопрос, это я криво или это я до этого криво выпил. Ну что, еще три отверстия надо. Все, последнее. Красота. Теперь нужно четыре дрына надо. Одну тоненькую и три толстеньких. Делаем основную палочку. Сюда будем вешать котелок, а вот здесь будем регулировать. Надо напилить, как показано на видео, так, чтобы можно было регулировать высоту типа. Теперь нужно изготовить реноги. До конца дошло. Хорошо. Что-то узковато как-то у нас получается. Как будто было бы логичнее взять нужный угол и связать палки сверху. Но мы этим вопросом не должны задаваться. Мы должны бушкрафтить, чтобы было красиво и бесполезно. Красиво? Красиво. Тут не спорьте, красиво. Функциональность, не знаю, мне кажется, эта штука сгорит быстрее, чем мы что-то на ней приготовим. Потому что сложно соблюсти правильный угол. Ну это же барный кофейный столик. Можно вот так подойти в лесу и кофеечку выпить. Ну там одну ногу подкопать, там выровнять. Вот так вот. Заходишь, пьешь кофеечек там, можешь посидеть. Специальное отверстие, чтобы передеть нормально было, удобно, чтобы жопу не отдавало, а сразу выходило. Так, осталось только подобрать правильную палочку для фиксации. Слушай, у нас вообще особый вариант получился. котелок вообще вот сюда будет висеть. костер не будет слишком большим, то возможно, мы даже и что-то сможем. Вот, можно повыше сделать. Можно и еще повыше сделать. Нет, нельзя. Это верхнее положение. Слушай, это надо срочно проверять, давай. Удобно, смотри, ты еще и столик. Ты можешь здесь пока все готовишь, здесь еще нарезать помидорку сюда, раз, сразу, чай попивай. Очень удобно, функционально. А вы говорили, нет, свежи, только вот эти три сверху, треноги, удобно будет. Вот это удобно. Вот, столик плюс кухня. Ну, конечно, от тебя водопой налили, кыш отсюда. Так, давайте попробуем это установить. Хотя, что надо? Это вот нюансы, да? Что ты так распоряжался, все хорошо с ним? Да, твою мать, ну, сколько можно? Пошире бы, конечно, сделать. Ну, а что, может здесь? А во-первых, смотри, она сделана из сырых, Аллах. Они сразу сгореть-то не будут. Етишкин пистолет. Это же просто красота какая. Вообще, по размеру. Ты вообще стоишь здесь, себе ни в чем не отказываешь. Вот у тебя здесь столик, ты стоишь, здесь прям помидорку режешь, тут вообще-то раз закинул, тут разделочная доска у тебя. А здесь самокуха. Стоишь, пьешь чай, ждешь, пока у тебя там еще водичка скипит. Красота. Ноги быстро не сгорят. А если разводить костер, не знаю, какие еще доводы плюс сказать, да? Если горят, пока не сгорит, надо накидывать каких-то положительных моментов, которые мы добились путем этого. Ну, всего лишь минут сорок-то потратили. Вид имеет просто на 70-х часов. Пес таки подрезал мою ручку от этой бушкрафтерской штуки. Жует ее. Я считаю, вода закипит быстрее, чем эта штука сгорит. Водичка закипает уже, а опора стоит монументально. А мы делаем вот так вот. Поднимаем и отсюда уже снимаем. Хорошо. Ну, я считаю, это десятка железная. Ну, что еще может быть так прекрасно? Только барная тренога, сделанная собственными руками. Десяточка, 100%. Ну, я над ней слишком долго трудился, чтобы поставить ей меньше. Если даже не эта барная штука десятка получает, то шнековый ключ 100% получает десятка. Что мы только сегодня с вами не попробовали и не проверили. Но не припомню, что бы мы с вами делали настоящий лесной лимонар. Вы помните такую? Вот я не помню такого. И вот, собственно говоря, следующий лайфхак. Как сделать настоящий лесной лимонар без красителей и консервантов. Все натуральное, все экологическое и все практически под ногами. Берем рецепт натуральной газировки. Давай, давай. Очень полезный напиток. Минералов, витаминов, просто жесть. Собираешь елочки, иголочки, запихиваешь в бутылочку. Хорошо. Отправляешь их в бутылочку по-прежнему. И, естественно, находишь какой-нибудь дикий улей. Добываешь оттуда мед, заливаешь все это медом, потому что мед естественный природный консервант, и заливаешь обычной водой. В хвое, даже не написано, что там в хвое, в хвое содержатся естественные дрожжи, которые вызывают брожение при добавлении воды и сахара. Закрываешь бутылочку, хорошо встряхиваешь. Видите, она самоэвакуировалась. Мы пытались ее сжечь, да? А она что сказала? А не со мной. Надо будет убрать эту газировку еще на три дня в темное теплое место. Оно стояло в огне столько времени и... Всего лишь кара сгорела, а там вон свежее дерево внутри. Да? А, балабин. Надежность. У нас есть хвоя, осталось только ее собрать. Ну и желательно так, чтобы еще можно было запихать. Срезаем хвою. Самые красивые берем, самые сочные, смоленистые. Слушай, она же нормально поработала сегодня киенка наша. Теперь будет столом барном. Ну какыш отсюда! Красиво как! Красиво вообще! Еще приставь лимонад из этого будет. Уф! Не знаю, как я потом это буду доставать из бутылки, но это будет другая история. Слушай, как будто бы одну максимум еще. Ну вот это вот и хватит, а то много. Берем мед, добавляем его. Интересно, протечет вообще, да? Я думаю, должно... Да-да-да, пошло-пошло. Ну вдруг вообще там застопорит как-то. Давайте там сверху еще водички добавим, может это... Может ему немножко давление сверху поможет побыстрее затечь. Ну красиво он там покрылся. В елочке, в меду. Ну все, сейчас пойдет вроде. Вроде вода уже начинает толкать уже. Вон пошел жидкий, нет? Протискивается как будто водички немножко. Да. Вода везде дорогу найдет. Надо теперь хорошенечко разболтать ее, чтобы там все размешалось. Выглядит уже потрясающе. Вот знаешь, если бы мне подарили такой вот настоящий лесной лимон, я такой красота какая. Выглядит очень прикольно. Но нам нужно это оставить еще на три дня, чтобы там все это дело взбродило. И по, я думаю, получится что-то типа комбучи, наверное. Что-то типа лесного кваса, я не знаю, ну там же что-то бродить должно, наверное. Надеюсь, у меня эта бутылка не взорвется. Когда бродит, там же давление получается. Встретимся с ней через три дня. Вот что стало с лимонадом. Я его забыл, наверное, на недельку. И вот он хорошенько у меня должен был сбродить. Давайте проверим вообще, как он. Ух! А-а-а! Ты сволочь! Ну и правда, лимонадик получился. Я даже не ожидал, что так чпокнет. Пахнет компотом. Просто, ну, знаете, сладенькой водичкой пахнет. А-а-а! Я почувствовал три волны. Сладкая водичка, медовые нотки, потом люто хвойные и послевкусие. О, короче, сомнительно, лимонад. Очень пересладко вышло. Типа какая-то еловая брага вышла. С медом очень пересладко. Переборщил я с медом много вышло. Сомнительно, но в ресторане, если вот так вот преподавать, 500 рублей за ноль, першечку нормально забирать, ничего надо забирать. Надо разбодяжить. Очень пересладко. И льда добавить. Так, добавил туда льда. Разбодяжил немножечко. Вот поэтому всегда и подаются льдом, потому что слишком пересладенько. Плюс холодная температура убирает ощущение сладости. Вкус сохранился, но стал менее притренным и определенно более приятным. Легкая хвойность, наверное, легкая, учитывая, что там много елок, недобость и... и все. И в сочетании получается что-то необычный с вау-эффектом бутылки. 8 баллов. Интересно. Сегодня мы узнали очень много нового и полезного, и самое главное, рабочих приемов, которые можно применять в диких условиях. Пишите в комментариях, какой вам больше всего понравился. Мне, наверное, больше всего запомнилось, как я на дерево на веревке залазил, но и мне очень понравилось. Ну и, конечно, подписывайся на этот прекрасный канал, ставь лайк и до скорой встречи. И напиши, хочешь ли ты вторую часть таких лайфхаков. Удачи тебе и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok